Новый кодекс этики и поведения госслужащих. Что будет тем, кто его нарушит? Барнаул в пробках. Есть ли способы добраться до нужного места быстрее? 11 животных ищут новую семью. Их единственная хозяйка скончалась от онкологии. Кто теперь позаботится о четвероногих? Водителя БМВ, который устроил смертельное ДТП на Зминогорском тракте, взяли под стражу. Напомним, авария произошла 20 мая. Мужчина 87 года рождения вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Хонда. Водителя Хонды с травмами госпитализировали в больницу. 55-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении, скончалась на месте. Оказалось, что водитель БМВ находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявили обвинение по статье 264 части 4 Уголовного кодекса России. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Кстати, нам стало известно, водителя БМВ уже лишали прав 3 года назад. Также он неоднократно нарушал скоростной режим. И добавим, что мужчину заключили под стражу на 2 месяца. Постановление пока не вступило в законную силу. Ну а мы вновь к теме, которая в Барнауле сейчас под номером 1. Пробки в 9 баллов. Второй день после полного открытия путепровода на новом рынке город стоит. А его жители рассуждают, как удобнее и, главное, быстрее добраться до работы. Что для этой цели выбрать автомобиль, автобус или, к примеру, велосипед, выяснял наш корреспондент Дмитрий Дроздов. На работу он в качестве эксперимента добирался сегодня несколько раз. На часах 6.15. Дороги пусты и пробок будто не существует. Именно в это время можно свободно добраться до любого конца города. Я, например, ехал с улицы Сиреневой до стадиона Динамо на Ленина. На дорогу ушло не больше 20 минут. А вот где-то в 7.00-7.15 в городе уже начинается пробка. На дорогах не протолкнуться. И в последнее время стало мудным читать сообщения в Дубльгисе. Стояние в пробке считается как рабочее время? Хочу новую услугу. Кофе в пробке. Куплю машину ближе к Павловскому тракту. Предлагайте варианты. Меняю квартиру за мостом на квартиру в центре с периодичностью 5 на 2 до конца 2023 года. Смотрю видео, как строить мосты, чтобы уже помочь им. В 8.00-м часу самые проблемные участки дорог убедился, увы, на себе. Это Ленина, Северо-Западная, Павловский тракт, Власихинская и так далее. Но если уж вы попали в пробку, то надо придумать, чем в ней заняться. Потому что простоять можно и час, и два, и полтора. Многие говорят, бросайте автомобили, пересаживайтесь на общественный транспорт, быстрее будет. Я попытался, но войти в автобус не получилось. По ощущениям, количество пассажиров увеличилось, а вот транспорта больше не стало. Так что в автобусе едут сильнейшие. Такая же ситуация и в трамваях. У меня остались еще два варианта, которые пользуются большим спросом. Пересесть на велосипед или самокат. Что касается первого, то воспользоваться им не получилось. Электронный замок на велосипеде не хотел работать, а когда я отсканировал штрих-код, приложение было заблокировано. А вот свободных самокатов не так много. А если они и есть, то порой технически неисправны, либо разряжены. Кстати, я вот задумался, может лыжи к зиме прикупить? Ну, если вам не понравилась ни машина, ни автобус, ни велосипеды и самокаты, то есть вариант пешей прогулки до самой работы. Но, правда, это тоже требует некой физической подготовки, потому что чаще всего до работы приходится идти час или полтора, может быть, того и больше, смотря откуда мы с вами пойдем пешком. Вот если, например, я своего дома пойду до работы, работаю в центре, то у меня это займет около двух половинных часов пешком. Подводя итоги, как добраться до работы с комфортом? Если у вас личное авто, то выезжать нужно как можно раньше в районе 6.20. Стоит запомнить, что минут через 30 огромные пробки вам обеспечены. Или выехать в районе половины десятого. Заторов уже точно не будет. Но вот рабочий день у большинства начинается в 8 или в 9 часов утра. А что касается общественного транспорта, то пока в этом случае хочется пожелать людям терпения и еще раз терпения. Из всех вариантов, которые я предложил, мне больше всего понравилось раннее автомобильное утро. А что выберете вы? Решайте сами. Дмитрий Дроздов. День с толком. Один из главных вопросов, которые горожане задают в последнее время, есть ли возможность завершить строительство моста раньше намеченного срока. Напомним, дата окончания ремонтных работ на путепроводе – конец ноября 2023 года. Мы адресовали этот вопрос сегодня руководителю подрядной организации, директору Барнольского ДСУ Николаю Данилину. Любой подрядчик заинтересован объект сделать быстрее. У нас нет задачи его растягивать до бесконечности. Будет получаться сделать раньше, будем стараться, но анонсировать не будем. У каждого объекта, у каждого подрядчика свои тонкости. Мы как-то глобально у нас за всю историю существования ДСУ-4, что мы объекты затягивали. Пока не было, я надеюсь, что и в дальнейшем мы допускать этого не будем. Сегодня за ночь полностью уже проезжую часть мы демонтируем. Ну и, наверное, Горэлектротранс нам, я думаю, до конца недели полностью закончить демонтаж своей инфраструктуры. То есть рельс, растяжек, проводов, опор. И ворсвет также свою часть опоры и линии электропередач снимает. То есть, я думаю, вот эти работы мы до конца недели все завершим. У нас пока задача в июне приступить к демонтажным работам. После этого, я думаю, где-то в июле примерно мы начнем опоры потихоньку разбирать. Там тоже частично опоры есть, которые не попадают в охранную зону РЖД. То есть мы их будем разбирать в плановом режиме. А те, которые, опять же, у нас две опоры попадают рядом с путями, то есть, соответственно, тоже только в окна будем разбирать. Поэтому эта работа затянется практически на все лето. Сейчас, к сожалению, уже у нас стоимость фактическая, вот металла, которую договор мы будем подписывать, уже не соответствует смету. Но на это у нас есть все нормативные документы правительства Российской Федерации, Минфина, которые механизм пересчета сметной стоимости, скажем, подразумевают. Поэтому мы в любом случае пересчитывать, конечно, смету контракта будем. С заказчиком это все оговорено. Будем пересчитывать, проходить повторную экспертизу ценовую, которая подтвердит, скажем, правильность расчета. Поэтому надеемся, что все-таки цена увеличится, чтобы скомпенсировать вот тот минус моментально. По дальнейшему, если глобального ничего не произойдет, в принципе, с учетом того, что очень большой объем материалов мы будем закупать уже на первоначальном этапе, за счет аванса, то в дальнейшем, я думаю, это никаким образом уже не отразится ни на смете, ни на сроках. Ну и, конечно, технические какие-то вопросы могут возникать в процессе строительства, но пока, в принципе, все реально по срокам. Я надеюсь, что в ноябре 23-го мы объект сдадим. Если старый мост – это ремонт, здесь это реконструкция, здесь вообще будут новые путепроводы абсолютно. То есть здесь все поменяется. Здесь будет, по сути, 8 полос движения. То есть две нитки трамваев и по три полосы для автомобиля с каждой стороны. То есть он шире станет объект, да, то есть полноценные тротуары с обеих сторон, по которым безопасно ходить будет, новое перильное ограждение, понятно, ровная поверхность. Ну, то есть в любом случае это новый полностью объект будет. Конечно, все новое – это гораздо приятнее ощущать. К другим темам. Губернатор Виктор Томенко утвердил Кодекс этики и поведения госслужащих Алтайского края. Что из себя представляет этот документ? За какие рамки чиновники не могут выходить? И что будет тем, кто нарушит Кодекс этики и поведения? Об этом в нашем сюжете. До недавнего времени поведение государственных служащих регулировалось этическим кодексом, который был принят еще в мае 2009 года. Отчасти его требования устарели и не совсем соответствуют современным реалиям. Например, то, что касается ведения социальных сетей. Так, госслужащим региона запрещено размещать материалы в соцсетях, которые могут очернить личную репутацию и в целом авторитет органа власти. Эти и другие нормы поведения уже есть в новом кодексе, который утвержден губернатором. Предыстория. В январе в АКЗС внесли поправки в закон Алтайского края о государственной гражданской службе. Закон дополнен статьей, которая обязывает госслужащих соблюдать положение кодекса этики. Если раньше кодекс этики существовал как своеобразный акт такого социального партнерства, коммуникации государственных и гражданских служащих носил такой ненормативный характер и, безусловно, следили за его соблюдением и требования, которые предъявлялись в этом кодексе, должны были соблюдаться, то теперь этот документ будет носить нормативный характер. Для чего нужен этот документ? Ну, прежде всего, чтобы очертить основные, наверное, рамки поведения государственного гражданского служащего, потому что это то лицо, которое представляет государство. Сам по себе кодекс этики должен повысить репутацию государственных гражданских служащих. Например, документ призывает госслужащих проявлять корректность в обращении с гражданами и должностными лицами, исключить личные и финансовые интересы, которые препятствуют исполнению обязанностей, не затрагивать темы расовой принадлежности, пола, религиозных предпочтений и не только. Но, судя по нашему опросу, людей больше волнуют две вещи. Лишь бы не воровали и держали слово. Нарушил кодекс его, рез бы сразу и по шапке, взятке. Что еще? Резину тянуть не надо. Сказал чиновник, мэр города, что жизнь людей в течение определенного времени улучшится, у людей увеличится зарплата, уменьшится, безработица в городе. Обещания должны быть выполнены. Хамство не может позволить себе заниматься коррупцией. Как одеваться, общаться, как вести себя с журналистами и красиво выходить из конфликта. Например, в Ранхиксе этому даже учат. Студенты, которые собираются стать госслужащими, слушают лекции об этике поведения, проводят деловые игры, ситуационные задачи. Так что, можно сказать, жизнь их уже готовит к облику морали. Государственный служащий, он должен быть нейтрально настроен, одинаково по отношению абсолютно ко всем. И к людям, и к общественным организациям, и к средствам массовой информации. И прежде всего мы готовим студентов к тому, что они должны понимать. Мы живем в обществе, значит, мы должны работать для общества, для людей. И не можем сегодня не общаться с любым окружением. Кстати, нарушение кодекса грозит не только моральным осуждением. Госслужащие могут получать замечания и выговоры. Соблюдение этических норм будет учитываться и при прохождении аттестации, формировании кадрового резерва, при повышении. Так что чиновникам так или иначе придется считаться с кодексом этики и поведения. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сфера восстановления здоровья взрослых инвалидов в Алтайском крае должна подняться с колен. В реабилитационном центре «Журавлики» уже полтора года оказывают помощь не только детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, но и взрослым. Сегодня это единственное место в регионе, где сопровождают, поддерживают и социально адаптируют совершеннолетних инвалидов. Подробнее о важности реабилитации в репортаже Валентины Аскеровой. Шагает не без труда, но все же сам. У 22-летнего Ильи диагноз ДЦП. В 7 лет он потерял способность ходить, но хирурги поставили его на ноги. Сегодня Илья работает продавцом сим-карт, занимается благотворительностью и продолжает реабилитацию, несмотря на то, что он уже совершеннолетний. Друзей встречаешь, но во-вторых, врачи лучше занимаются. Здесь все предусмотрено. Здесь, например, предусмотрен пандуш, чтобы подниматься с колясками. Здесь предусмотрено все. Это получится хороший приводчик на ключик можно. Занятие рукоделием, на тренажерах и ЛФК. Спасательный круг для инвалидов с речевыми дефектами и поражением опорно-двигательного аппарата и умственно отсталых. На подушечку ложись. Расслабься. Это Армед, роликовый массажер. Показания для Армеда – это все заболевания позвоночника, начиная от грыжи и сколиоза. Все протрузии происходят. И также для улучшения кровообращения органов. С молодыми инвалидами от 18 до 44 лет в «Журавликах» начали работать не так давно – в сентябре 2020 года. Это стало возможным благодаря сдаче нового корпуса реабилитационного центра. Инвалид попадает на первичный прием. Ему расписывают поддерживающую организм реабилитацию. Журавлики, к слову, единственное социальное учреждение в крае, которое комплексно и бесплатно работает со взрослыми инвалидами, оказывает медицинские и педагогические услуги. У нас очень мало, на самом деле, есть возможности для взрослых получить подобную реабилитацию. И она очень нужна. Оканчивая школу, например, молодой инвалид часто оказывается не включен больше ни в какую деятельность. Помимо того, что мы занимаемся каким-то развитием эмоциональным, в том числе коммуникативным развитием, мы предлагаем молодым инвалидам профориентационные какие-то мероприятия. Врачи, медики и психологи помогают людям с ограниченными возможностями обрести бытовые навыки и развивают сенсорные способности. Сейчас всего 20 инвалидов получают помощь в «Журавликах», а могло бы быть в два раза больше, рассказывает руководство центра. На реабилитацию взрослых и детей с особенностями развития здоровья медики ждут ежедневно. София Ценко, Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Продолжим. Уже завтра в школах Алтайского края прозвенят последние звонки. Впервые после пандемии их проведут торжественно с участием родителей учеников. 10 тысяч 11-ти классников выйдут в этом году во взрослую жизнь. Большинство школ проведут торжественную линейку на улице. В период пандемии последние звонки проводили в актовых залах и на улице с ограниченным по количеству человек. В этот раз таких ограничений не будет. Все пройдет в штатном режиме с соблюдением санитарных правил и норм. А уже послезавтра старшеклассники начнут сдавать и единые государственные экзамены. ЕГЭ начнется с 26 числа. У нас первые ребята начнут сдавать уже географию, литературу, химию. Это будет первый экзамен. Поэтому и желаем ребятам неплохо лупера. Думаю, что все будет хорошо. Хоть, наверное, и сложно будет, но тем не менее мы точно будем знать, что это экзамены по выбору. И они создают будущее для них самих. В Барнауле пытаются пристроить животных, хозяйка которых умерла от онкологии. После смерти женщины в доме осталось несколько кошек и собак. Все они скучают по хозяйке, но будут рады, если кто-то захочет принять их в свою семью. О душераздирающей истории расскажет Ирина Корчагина. Дана, Тузик и Жулька. Жизнь этих собак навсегда изменилась в феврале этого года. Тогда внезапно не стала их любимой хозяйки. Нине Серафимовне было больше 80 лет. Она умерла от онкологии. А сиротевшие четвероногие наверняка еще ждут, что хозяйка откроет дверь и все будет как прежде. Но, к сожалению, уже несколько месяцев за ними просто ухаживают родственники женщины. Кормят, выгуливают. На большее не хватает времени. Помимо трех собак у хозяйки квартиры осталось еще 8 кошек. В итоге после смерти Нины Серафимовны осталось 11 животных. Родственники рассказывают, что она всегда была сердобольной. Ей даже подбрасывали котят под дверь. И также родственники рассказывают, что до последних своих дней Нина Серафимовна гуляла с животными, ухаживала за ними и очень переживала, что умрет раньше, чем они. Почти всем собакам и кошкам в этой квартире больше 10 лет. В приюты их не берут. Да и четвероногим, которые привыкли жить в доме, будет сложно прижиться в клетке. Хочется верить, что всех хвостатых ждет достойная старость, а не усыпление. На ваших экранах телефон нашей редакции. Звоните, если вы готовы подарить хотя бы кому-то из них собачье или кошачье счастье на всю оставшуюся жизнь. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. А на этом у меня все. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok